Классическая красота, утонченный макияж, чарующие наряды и витающее в воздухе волшебство. В выходные дни в спортивно-концертном комплексе прошел открытый Венский бал. В нашем регионе он был учрежден три года назад Курским государственным медуниверситетом. Моя коллега Екатерина Худякова пообщалась с участниками и гостями Большого танцевального вечера. Так и кажется, что среди пар, кружащихся в вихре вальса, вот-вот мелькнет хрупкая и нежная Наташа Ростова из романа «Война и мир». Среди приглашенных гостей супруга губернатора Курской области Валентина Михайлова призналась, что в студенческие годы очень любила танцевать. Но, к сожалению, вальсировать было негде. Балы мы только в кино видели и читали у наших классиков про них. А теперь вот здорово, что сегодняшняя молодежь может позволить себе поучаствовать. Веселый и пестрый вихрь. Магия таинственности завораживает. Музыка воодушевляет. Танцуют все. Это будоражит нутро. Чувствуешь мурашки и проникаешь каким-то средневековым. Это все-таки здорово. То, что у нас есть традиции, то, что мы возвращаемся к нашему прошлому. Платье и шили, и покупали. И покупали все вместе. Причастки с утра. С пяти утра. Мало шикарного наряда, прически и утонченных манер. Нужно уметь танцевать. Поэтому без предварительных уроков не обойтись. Почти три месяца студенты медуниверситета осваивали полонес, кадриль, польку, венский вальс. А вот и мастер-класс от ректора КГМУ. Танцы сменялись один за другим. Неизменными оставались лишь изящные движения и улыбки на лицах дам, гордые осанки кавалеров. В этом году на венский бал впервые пригласили курсантов из Орловского военного училища. Музыка, учтивые разговоры, шелест платьев. На несколько часов спортивно-концертный комплекс превратился в австрийский дворец Хофбург, в котором более 120 лет проходят знаменитые венские балы. Они стали известны на весь мир не только своей красотой, но и благотворительной направленностью. С этой же целью и в Курске три года назад был организован подобный бал. Это хороший такой шаг, что ли, навстречу и тем, кто сегодня нуждается в помощи, поддержке. Благотворительность у нас по разным направлениям сегодня развивается. Сегодняшний бал внесет в это достойную лепту. Приятно здесь присутствовать, когда кругом молодые прекрасные лица. Ну и лица наших сверстников тоже выглядят сегодня такими сияющими. Все средства, собранные на танцевальном вечере, пополнят копилку благотворительного марафона «Мир детства». Екатерина Худякова, Андрей Дегтярев, телеканал СЕИМ.